27 августа страна отметила профессиональный праздник кинематографистов. 92 года назад был подписан декрет о национализации кинодела. В минувшие выходные в зале драматического театра собрались не только работники, но и любители важнейшего из искусств. Там же состоялось закрытие международного кинофестиваля «Сталкер». Репортаж с последнего фестивального дня у моего коллеги Антона Исюкова. Кино тесно вплелось в нашу жизнь. Неважно кто, зритель или киномеханик, безразличным к этому явлению не остается никто. Куряне уже давно зарекомендовали себя в качестве истинных киноценителей. В нашей области существует более 250 киноустановок. И каждый год мы обслуживаем, не считая коммерческого кино, повторяю, более полумиллиона зрителей. Эти люди всегда остаются за кадром, а ведь хорошие кинопоказатели зависят и от них. В День российского кино сцена и в их распоряжении. Лучшим кинофикатором года – премии губернатора. Два героя праздника – киномеханик из советского района Алексей Широков и Ирина Чечерина, директор кинотеатра «Сказка». Она свой выбор делает в пользу старых добрых фильмов. «У человека возникает желание жить. У человека возникает желание к чему-то стремиться, к лучшему, да. Я люблю, когда в кино есть романтика». Финальный аккорд «Сталкера» по Курске – вторая режиссерская работа Александра Миндадзе «В субботу». Действие киноленты разворачивается в Припяти в день аварии на Чернобыльской АЭС. Это была суббота, когда жизнь нельзя отменить, потому что выходной – 16 свадеб в один день, настоящий пир во время чумы. Однако это не фильм-катастрофа, сразу предупреждает режиссер. А если и так, то катастрофа отдельно взятого человека. «Это только повод для того, чтобы рассказать о человеке, который знает, что находится в смертельной опасности, однако вместо того, чтобы бежать, он почему-то остается, замедляет свой бег, и те подробности жизни, на которые, может быть, он не обращал внимания в обычной жизни, вдруг, так сказать, становятся яркими и удерживают его». Трагические события в Японии приковали к фильму в субботу внимание зрителей по всему миру. А вот в России прокат прошел менее успешно. Да и вообще, в художественном кино чернобыльскую трагедию раньше предпочитали не трогать. «Вопрос вопросов, потому что никаких цензурных противопоказаний никогда не было. Просто, ну, вот так, каждый считал, что он может делать что-то другое. Абсолютно, так сказать, это можно было сделать и раньше. Можно сделать и раньше, но этого почему-то не делалось». В кино о каждом, но не для всех, «Сталкер» закончил свою работу, оставив курским киноманам приятное послевкусие от 11 премьер. «Мы ведь были какие фильмы потом приобретаем. Так было с фильмом «Мегаполис». Пелархангельская даже нам подает копию после показа здесь на «Сталкере». Так будет и в этот раз, после показа фильма «Первый русский» Владимира Левина, мы решили его привести. А между тем, курянам скоро выпадет шанс поближе познакомиться с работой Акул-Пера. На кинофестивале «Профессия журналист». Он откроется 7 сентября в кинотеатре «Сказка». Антон Исюков, Максим Леонов, телеканал «Сейм».